Здравствуйте, меня зовут Кравченко Дарья Николаевна, я являюсь преподавателем кафедры психологии и дефектологии. Предмет «Инклюзивное образование» — тема нашей лекции будет «Модели инклюзивного образования». Инклюзия — это процесс, происходящий с индивидами, с социальными группами, а интеграция — это процесс, происходящий в самом обществе. Интеграция может быть следствием инклюзии, а не наоборот. Инклюзивное образование — это такая организация процесса обучения, когда все дети, независимо от них физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту жительства в общеобразовательных учреждениях, которые оказывают необходимую специальную поддержку детям с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей. Целью инклюзивного образования выступают принципиально новые образовательные социальные достижения учащихся, возможность наибольной полноценной жизни, активного участия в жизни коллектива, самореализации, осознания конституционных прав и гражданских свобод. Для достижения таких целей инклюзия должна быть систематической и целенаправленной. Необходимо обучение ребенка с ограниченными возможностями в рамках системы непрерывного подхода. Модели инклюзивного образования. Модели инклюзивного образования, реализующиеся преимущественно в урочной деятельности. Это постоянная полная инклюзия и постоянная неполная инклюзия. И следующие это модели инклюзии, реализующихся во внеурочной деятельности. Тут ее виды это частичная инклюзия, временная инклюзия и эпизодическая инклюзия. Постоянная полная интеграция. Предполагает обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья на равных с нормально развивающимися детьми в одних дошкольных группах, классах, школах. Достоинство полной и постоянной интеграции. Это адаптация и интеграция в социуме, но при наличии специальных созданных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Второе – это общение детей с ограниченными возможностями здоровья, с нормально развивающихся сверстниками. Третье – это воспитание отзывчивости у здоровых детей к таким детям. И полноценное образование. Подлинная и формальная инклюзия. Подлинная инклюзия предполагает организацию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий для каждого ребенка с особыми потребностями. Формальная инклюзия является скрытой формой дискриминации. Если ребенку предоставляется доступ к общей образовательной системе, не имеющихся условий для обеспечения соответствующей его особыми потребностями обучениями, его права на качественное образование в действительности нарушаются. Постоянная неполная интеграция. По мнению Шматко, постоянная неполная интеграция может быть эффективна для тех детей школьного возраста, чей уровень психического развития несколько ниже возрастных норм, кто нуждается в систематической и значительной коррекционной помощи, но при этом способен в целом ряде предметных областей обучаться совместно и наравне с нормально развивающимися сверстниками, а также проводить с ними большую часть неклассного времени. Постоянная, но неполная интеграция может быть организована во всех типах образовательных учреждениях, массовых, комбинированного, компенсирующего вида и массовых школах. Дети с нарушением интеллекта объединяются с нормально развивающимися детьми в одну, к примеру, дошкольную группу и получают название «смешанное». Частичная инклюзия. Дети-инвалиды совмещают индивидуальное обучение дому с посещением общеобразовательного учреждения и обучаются по индивидуальным учебным планам, количество часов и предметы по включению детей-инвалидов в инклюзивное образование по согласованию с родителями или законными представителями. Также дети-инвалиды могут посещать кружки, неклассные, общешкольные мероприятия. При частичной и временной интеграции все школьники класса, вне зависимости от достигнутого уровня развития, объединяются со своими нормально развивающимися сверстниками не реже двух раз в месяц для проведения совместных мероприятий, в основном вспомогательного характера. Смыслом временной интеграции является создание условий для приобретения начального опыта общения с нормально развивающимися сверстниками. Временная интеграция является, по сути, этапом подготовки к возможности в дальнейшем более совершенной форме интегрированного обучения. Данная модель интеграции может быть реализована в дошкольных учреждениях комбинированного вида, имеющиеся как группы для нормально развивающихся детей, так и специальных групп, а также в массовых школах, где открыты специальные классы. Общение и взаимодействие детей с ограниченными возможностями здоровья и нормально развивающимися обеспечивается в процессе совместных прогулок, подготовки к проведению праздников, развлечений, посещения кружков, участия в спортивных соревнованиях. Эпизодическая или внеурочная инклюзия — это целенаправленная организация хотя бы минимального социального взаимодействия детей с выраженными нарушениями развития со сверстниками, преодоления тех объективных ограничений в социальном общении, которые создаются в условиях специальных коррекционных учреждений. Эпизодическая интеграция может быть рекомендована детям с более глубокими интеллектуальными нарушениями, с отягощенной умственно-отсталостью, либо имеющимися выраженными расстройствами поведения. Эпизодическая интеграция предполагает, что воспитанникам специальных учреждений практически всё время обучаются отдельно, эпизодически объединяются с детьми из массовых учреждений на определённые мероприятия. Социальное взаимодействие обеспечивается – это лагерь отдыха, специально организованные походы, праздники, конкурсы, при организации проведения выставок в детских работах, работ в кружках. Таким образом, инклюзия – это процесс развития предельно доступного образования для каждого в доступных школах и образовательных учреждениях. Формирование процессов обучения с постановкой адекватных целей всех учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки каждого учащегося и максимального раскрытия его потенциала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова